к нам пришло несколько комментариев от вас рассказать про volvo v70 один автомобиль у нас сегодня рестайлинговый 2 до рестайлинговый это один из любимых автомобилей volvo моих любимых автомобилей volvo недавно вы помните я рассказывал про volvo s60 2008 года 2 и 4 в общем-то автомобиль практически тот же самый что и volvo s60 но на этих автомобилях совершенно другие двигателя и сегодня мы об этом поговорим итак начнем с рестайлингового автомобиля volvo v70 2005 года данный автомобиль выпускался в рестайлинге с 2005 по 2007 год этот автомобиль конкретно 2005 года а двигатель не достаточно редкий двигатель дизельный причем дизельный двигатель не такой который стоит на volvo xc90 на по 3 этих платформах а это первый скажем так на п второй платформе дизельный двигатель без системы игр без вихревых заслонок без сажевого фильтра видимо на тот момент шведы не очень заботились об экологии как сейчас но это сильно облегчало жизнь владельцам вот таких вот дизельных автомобилей так как не нужно было заботиться об этой системе промывать там дроссельные заслонки чистить и попадать на различные запчасти агрегаты так что дизель достаточно надежный могу подкрепить эти слова практикой так как автомобиль нашего сотрудника и сотрудник им владеет вот уже более пяти лет кстати мы по этому автомобилю делали обзор в том году когда ходили на лодке как это автомобиль автомобиль эксплуатируется сотрудник живет в 25 километрах от мкада и каждый день ездит в москву заезжая на центральный склад за запчастями для снабжения магазина ну примерно он проезжает в сутки километров 100 то есть километров 100 если он приезжает за сутки соответственно считает сколько он приезжает за год машина это накатала уже более 400 тысяч километров и пока что проблем с дизельным двигателем из коробка передач не было не знаем как у владельцев до нашего сотрудника так как автомобиль был до этого в европе автомобиль бельгийский но с нашими с нашей эксплуатации проблем автомобилю этого не было в данный в 70 есть свои необыкновенности такие как нестандартная подвеска если мы посмотрим на переднее колесо мы видим что клырь клиренс достаточно высокий каким образом это было достигнуто спереди установили обыкновенные новые амортизаторы и пружины от бронированная в автомобиле да такие пружины бывают задняя подвеска на заднюю подвеску были установлены невоматы и усиленные обыкновенные пружины так что друзья если у кого-то в 70 или 60 и вас вам нравится вот эта высота вот этот клиренс и у кстати не замерял но точно вам могу сказать у нас будут в деревне в конце труба через который проходит вода и сергей при выезде задевал картер эту трубу после того как он поднял автомобиль он перестал задевать эту трубу это как минимум и еще какие-то там препятствия преодолевал тоже перестал задевать так что вот такой вот клиренс так можно поднять 80 я считаю что не очень высоко достойно выглядит то есть не то что она задрана до смешно по-колхозному если так хотите она достаточно солидно выглядит и стоит достаточно высоко так что друзья обращайтесь если кому-то нужна информация как поднять в 70 можем подсказать написать в комментариях ну и конечно же багажник прекрасный багажник универсалов volvo это самое прекрасное что может быть ну для меня во всяком случае опять-таки всевозможные сетки для собак а причем они очень интересно здесь спрятаны спрятаны они в спинках задних сидений поднимаете высовываете высовывается фиксатор и прицепляется к планочке также компакт выбирается то есть ничего не валяется не нужно никуда убирать это как-то складировать очень удобно 80 то что спинка складывается двумя секциями то есть если вы едете в четвером к примеру покататься на лыжах на горных лыжах вы можете сложить одну спинку сюда седут еще два пассажира сюда положите лыжи и вперед круто ковры всевозможные лючки отсеки музыка музыка здесь просто шикарная акустика volvo я считаю превосходная второй автомобиль volvo v70 дорестайлинговый выпускался дорестайлинг с 2001 по 2004 год двигатель оснащен бензиновым двигателем 2 и 4 turbo то есть это предшественник двигателе b5254 т2 который сейчас устанавливается на volvo cross country в п 2 на п 2 конечно же платформе на икси 90 двигатель устанавливался аж до 2014 года этот первый двигатель турбированный начал становится 60 с 80 2 и 4 turbo 230 лошадиных сил автомобилем владел кстати хозяин который сейчас владеет volvo v50 про который мы не так давно снимали ролик так что сами понимаете автомобиль поведен в полный порядок вложено в него кучу денежных средств конечно же закачано программное обеспечение для того чтобы увеличить мощность в общем короче говоря владелец сейчас ездит на ней новый владелец и не знает горя так как заменено все что только можно и чем же мне так нравится volvo v70 почему не cross country ну мое мнение многие из вас знают я считаю что полный привод не так часто нужен в нашей жизни что покрытие дорог вот как мы видим даже здесь в деревне вот на днях сделали асфальт в деревне полный привод не так-то часто и нужен обслуживать полный привод нужно угловые передачи шоссе кардана подвесной подшипник кардана меняется вместе с карданом задняя подвеска сложнее задний редуктор халдекс насос халдекса масла жидкости за всем этим нужно следить а в 70 этим не обладает хотя есть модификации в 70 полноприводные но не в нашем случае у нас в 70 обыкновенная переднеприводная с двигателем 24 turbo повторюсь 230 лошадиных сил если бы я выбирал в 70 я бы взял не турбированный автомобиль 24 170 сил я считаю достаточно разгон до 100 у 24 170 порядка девяти с половиной секунд что в полностью меня устраивает этот же автомобиль 24 turbo разгоняется до сотки за 78 что достаточно динамично быстро нужно ли это что касаемо данного автомобиля я знаю этот автомобиль порядка 8 лет повторюсь автомобиль нашего постоянного старого клиента он в нее впихнул кучу денег но не менял агрегаты не занимался с коробкой не менял двигатель хоть он и турбированный видимо до него обслужили автомобиль хорошие добросовестные владельцы которые меняли масло раз в 10 тысяч следили за коробкой меняли в коробке масло по состоянию либо раз пяти в 50 тысяч и автомобиль сохранился повторюсь для меня важен надежный автомобиль все-таки я считаю турбина но немножко лишняя хотя бегает он шустро особенно с программным обеспечением который в него залили в общем то автомобиль в 70 такой же как с 60 отличается он чем тем что он вагон тем что универсал но небольшие отличия есть такие как передний бампер противотуманки о 80 прямоугольные а у s60 они круглые немного другая решетка радиатора правда здесь мы видим хозяин установил такую тюнинговую тюнинговую самодельную решетку ну что я могу сказать мне в принципе этот вид достаточно даже нравится фары здесь ксеноновые дорестайлинговые со стеклянными стеклами кстати именно от этих фар мы устанавливаем стекла на фары для рестайлинговых автомобилей потому что как многие из вас знают на рестайлинговых автомобилей пластиковые стекла выцветают сильно пескоструются да и разбиваются иногда от каких-то столкновений такую работу мы делаем можете обращаться погнали дальше друзья в 70 я считаю автомобиль для жизни для семьи для активного образа жизни для катания на велосипедах лыжах на рыбалках вот смотрите уже вечереет прям хочется открыть вот эту крышечку достать удочку надеть сапожки и сесть где-нибудь на причале или на берегу какого-нибудь пруда и ловить рыбу и любоваться на этот прекрасный дизайн этого прекрасного надежного безопасного что важно автомобиля не хочется много о них чего-то рассказывать так как недавно была с нами с 60 где мы немного поговорили о двигателя подвески но поверьте а со слов вольвиста это крайне удобный надежный малозатратный автомобиль стоят такие автомобили на рынке от 300 ну и до наверное 500 тысяч рублей не более если вы можете подобрать себе автомобиль с пробегом 150 200 тысяч километров считаете что вам повезло такой автомобиль будет жить еще лет десять минимум вот что хотелось вам рассказать друзья если понравилось как обычно пальцы вверх подписывайтесь и до новых встреч пишите что вам еще интересно друзья чуть не забыл те кто владеют автомобилем в 70p 2 платформа либо с 60 мы придумали небольшую акцию на запчасти работы 20 процентов скидку но только в комплексе приобретаете запчасти устанавливаете их у нас и на весь комплекс работ и на запчасти получаете 20 процентов скидку так что до встречи обращайтесь скидку но и Продолжение следует...